Самоходный комплекс «Туман-2», другими словами, разбрасыватель минеральных удобрений на сельскохозяйственный рынок России, был выведен в 2008 году. Сегодня впервые она представлена в Кыргызстане. По словам директора завода по её производству, машина универсальна тем, что она обеспечивает точное внесение удобрений. В ней созданы все условия – связь со спутником, компьютерная навигация, с помощью которой машина может работать в системе точного земледелия. Стоимость зависит от набора опций. Вы можете сначала поставить рум для внесения минеральных удобрений, выйти в поле в среднем на две недели раньше трактора, потому что машина вездеход, вы видите, у неё два моста ведущих, два подруливающих, то есть она не боится никакого рельефа, ни гористого, ни холмистого, может по снегу, по ледяному черепку и внести удобрения не когда это позволяет возможности трактора, когда он может зайти в поле, а когда это необходимо по агрономии, потому что если мы фактически в снег вносим удобрения, и оно начинает таять, проникать в землю, эффект очень у неё хороший. Разбросали удобрения, сняли бункер этот, занимает примерно это 4 часа, поставили бочку со штангами и получили штанговый опрыскиватель. На выставке представлены все виды сельскохозяйственной техники. На площади парадным строем выстроены тракторы, комбайны, машины для обработки почвы и подготовки её под посев, оборудование для содержания и выращивания скота, и техника для производства продуктов питания, напитков и многое другое. Также химическое и биологическое удобрения и семена различных культур. Я уверен, что мы должны продолжать в этом направлении работу, убедить фермеров, что с обновлением сельскохозяйственной техники и технологии можно существенно сократить расходы, увеличить баловый сбор сельскохозяйственной продукции. Ежегодно необходимо находить новые способы, предлагать новые идеи для увеличения производства труда в сельском хозяйстве. Особый интерес у гостей выставки вызвала экспозиция юрточного городка, которая демонстрирует инвестиционный потенциал и национальный колорит всех регионов нашей страны. В юртах были разложены фрукты и овощи, выращенные жителями той или иной области, произведенные ими продукты питания. К примеру, возле юрты Иссыкойской области был установлен бассейн, в котором плавала живая форель. А в юрте Баткянской области на продажу была выставлена гордость региона Курага. Мы производим баткянский абрикос путем органики, мы выбрали путь органики, мы с 2010 года занимаемся производством органической продукции Баткена. Мы обучаем фермеров, что такое органика, и как вы сами знаете, сейчас весь мир смотрит на органику, то есть требует органической продукции. Мы участвуем на Айлагро, как наш Айлагро организовать эту выставку, мы с этого года каждый год участвуем в этой выставке. Некоторые партнеры, намеренные прийти на рынок нашей страны, всерьез и надолго должны иметь возможность представить свою продукцию руководителям крестьянских и фермерских хозяйств, которые приехали из всех регионов страны. Одной из таких является компания Россельмаш. Она уже не первый год представляет нашим фермерам свои машины. В Кыргызстане мы поставляем наши машины, Нива Эффект прежде всего, это третьего класса комбайн зерноуборочный, наиболее популярная машина в Кыргызстане. И вот сегодня на выставке новинку показываем, роторный комбайн Торум 750. С Айлбанком сотрудничаем не один год, сотрудничаем с правительством Кыргызстана, сейчас готовим программу по оснащению нашей техники машино-технологических станций. Все это совместно, я думаю, вместе, когда мы работаем, мы достигаем, добиваемся максимальных результатов. Выставка продлится до 27 мая. Ежегодно она проводится за правительством и является значимым событием не только для работников сельскохозяйственной отрасли, но и для страны в целом. Айл Агро – это единственная выставка, представляющая весь спектр техники и технологий для агропромышленного комплекса. Она проходит уже четвертый год подряд. В этом году в ней участвуют 32 фирмы мировых ведущих производителей из 20 стран мира. Вахтугуль Ахматова, Павел Шланчак, новости телевидения «Пирамида».